К 70-летию Великой Победы было проведено немало различных акций, среди которых есть и совершенно новые. Одна из них – всероссийская акция «Голубь мира», инициированная сообществом скульпторов по пенопласту. Белгород не остался в стороне. Мастер Александр Олейников сейчас завершает работу над 100-килограммовым символом 70-летия Победы. На днях объемная пенопластовая конструкция будет установлена в областном центре. Елизавета Верещагина отправилась в мастерскую автора и первая расскажет о готовящемся сюрпризе к празднику. Пока Стелла из пенопласта находится в мастерской Александра и проходит завершающий этап работ перед тем, как займет свое место в канун Великого Праздника. Пенопласт – материал легкий, поэтому вес композиции был намеренно увеличен за счет антивандальных уголков и покрытий. Есть и защита от непогоды и дорожной пыли. По образованию фармацевта, по жизни позитивный и деятельный человек. Александр не так давно занялся фигурной резкой пенопласта. Около месяца назад в одной из групп ВКонтакте ему на глаза попалось предложение создать объемную стеллу официального логотипа юбилея Победы. И он загорелся этой идеей. Мы за основу взяли стандартный кубик пенопласта объемом 2,4 куба. И из него был вырезан вот этот монумент. Сам логотип разработан в Министерстве культуры Российской Федерации. Цель акции – создать в городах России объемную фигуру логотипа «Голубя мира». Отказаться Александр не смог. Отправился в администрацию города, заявил о своем намерении и принялся за работу. Одним из условий акции было размещение стеллы в узнаваемых местах города, а после празднеств передать ее в дар муниципалитету. И буквально вчера стало известно место установки «Голубя мира» в Белгороде. На этой дорожной развязке между улицей Красноармейской и проспектом Богдана Хмельницкого уже в понедельник вечером появится новая скульптурная композиция, посвященная 70-летию Победы – «Голубь мира, парящий в небе». Символ 70-летия Великой Победы из электронного эскиза превратился в пенопластовый монумент всего за неделю. И сейчас остаются последние штрихи. Добавится георгиевская лента, даты сражения и надпись «Победа – 70 лет». Такого масштаба фигуру автор делает впервые. И, похоже, вполне доволен результатом. К искусству имею вообще малое отношение, но тем не менее у меня получилась вот такая вот штука. Дело в том, что я сам очень рад. И я еще даже не знаю, как она будет выглядеть в конечном результате, но думаю, что все будет замечательно, будет красиво. Елизавета Верещагина, Дмитрий Коваленко. Новости мира Белогорье.